Киевский Динамо С помощью, уважаемые журналисты, мы презентуем футбольные общественности Украины. Ну и начнем с игрока сборной Украины, воспитанника Киевского Динамо Николая Морозюка. Под ваши аплодисменты приветствуем Николая. Главный тренер команды Сергей Ребров сейчас вот таким фактом, вручением футболочки, подтвердит, что Коля вернулся к родному порогу и... Только опоздал немножко, вернулся на... Меня, если честно, Сергей Александрович, так и подмывало что-то как-то пошутить на эту тему, но решил промолчать. Итак, продолжаем презентовать новичков. Это представитель страны пентакомпионов в Бразилии, Жуниор Мораес. Я не знаю, представляете ли вы, но я уже давно не представляю Киевское Динамо без, как мы говорим, балканцев. И сегодня мы под ваши аплодисменты в динамовскую семью принимаем еще одного балканца, игрока сборной Сербии Радослава Петровича. Теперь вот эту первую официальную часть мы попросим завершить небольшим спичем главного тренера команды Сергея Реброва. Сергей Александрович, вам слово. Ну, наверное, я рад, что те футболисты, которые здесь, пришли в нашу команду. И они, я уверен, усилят нашу игру. И самое главное, наверное, в наше непростое время эти игроки пришли бесплатно. И на самом деле, по их отношению к делу, я не вижу разницы, если мы купили футболистов за 10 миллионов или купили бесплатно. То, как они работают, меня абсолютно устраивает. И я рад, что они пришли. Они понимают, что «Динамо» в прошлом году завоевала, наверное, первый раз за 6 лет звание чемпиона Украины, обладателя Кубка Украины. Они понимают, что в эту команду нельзя просто так войти и получить место в основном составе. Они его завоевывают, они работают на тренировке, работают в играх. И я рад, что эти футболисты действительно хотят работать, хотят прогрессировать. Я рад работать с такими игроками и надеюсь, что они это понимают и надеюсь, что они будут прогрессировать в нашей команде. Начнем с Радослава. Прежде всего, добрый день всем. На почетку скажу, что я очень радостен, что я пришел в «Динамо» в клуб с великой традицией. Первый вечер, добрый день всем, которые пришли сегодня. Хочу выразить свою большую благодарность вам, что вы пришли на сегодняшнюю встречу. И я хочу сказать, что я очень радостен, что я пришел и попал в такую команду как «Динамо Киев». С великим традицией, с великим множеством навидача. Очень большая традиция у этой команды и очень много зрителей. И у одного, вовремя, амбициозную экипу, которая с каждой годиной борется за трофеи и за великие движения у Европы. «Динамо Киев» – очень амбициозная команда, которая перед собой притикарь и сезону поставляет само више задачи в игре, чемпионат, кубок и хорошо с игре в Лиге чемпионат. Я знаю, что меня ожидает здесь. Я знаю, что «Динамо Киев» – очень сильная команда, создана из очень хороших квалифицированных футболистов, но я готов создать здоровую конкуренцию и думаю, что это полезет на пользу клуба. «Динамо Киев» – очень амбициозный клуб. «Динамо Киев» – очень амбициозный клуб. Который имеет большую историю. «И я очень рад одеть эту футболку». И я обещаю работать очень серьезно, проявить большое рвение для того, чтобы заявить как можно больше титулов для «Динамо». Николай Морозюк. Первое, что хочу – извиниться за опоздание. Второе – это, и, наверное, самое главное, я очень рад и счастлив вернуться в свой родной клуб, можно сказать, в родной дом. Знаю, что у меня будет немало тяжелой работы, чтобы доказать и завоевать место в основном составе. У нас предстоит очень много работы, как командной, так и индивидуальной. Поэтому я надеюсь, что еще большие, как мои, так и клубные победы все впереди. Впереди предстоит такой тяжелый турнир, как Лига чемпионов. Поэтому мы все будем очень много над этим работать и радовать вас, болельщиков и руководителей клуба. Поэтому я очень рад и счастлив. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok